Дрожь земли от вибрационной платформы ощущается даже за несколько метров от машины. Запуск волн вглубь земли на сегодня единственный безопасный способ разглядеть спрятанные в ее недрах богатства. Огромный 46-тонный аппарат своего рода сканер, с помощью которого можно находить ископаемые на максимальных глубинах. Хотя еще недавно для таких операций приходилось использовать взрывчатку. Новая вибросейсмическая машина, будущее отечественной геологии. Это самая важная часть этой платформы – вибрационная плита. Во время работы она опускается на грунт и подает волнообразный сигнал, словно гидравлический пресс. В зависимости от состава породы земли этот самый сигнал отражается с разной скоростью и частотой. Такое своеобразное эхо считывают с помощью специальных датчиков. Так и определяют структуру месторождения и глубину, на которой оно находится. Авторы разработки не без гордости заявляют, на сегодня это самая совершенная машина. Зарубежные аналоги не способны работать на частоте в 1 Гц, хотя сейчас парк Росгеологии на две трети состоит из импортных платформ. Новый мобильный источник, говорят производители, не только снизит зависимость от иностранного оборудования, но и поднимет престиж российского геологического производства. Это совершенно новая машина, совершенно другая по уровню проходимости, другая совершенно по уровню качества работы. Самое главное, что мы используем совершенно новый уровень сигнала до 5 Гц, который пока иностранные компании не представляют. То есть это новое поколение. Новую вибрационную платформу разработали и собрали меньше, чем за два года. Пока это единственный образец, но еще пять машин вот-вот запустят в производство. Она на гусечных блоках, гусечные блоки, скажем так, что это экологически чистый вариант. Развитие геологической отрасли – стратегическая задача ближайших лет. В приоритете – разработка и внедрение отечественного оборудования. На эти цели в бюджете заложены 12 миллиардов рублей. Мы сегодня обсуждали с коллегами большую программу импортозамещения в геологоразведке. Договорились вместе с Министерством промышленности такую программу утвердить. По ключевым необходимым элементам, в каких сегодня имеется зависимость. Критическая зависимость от иностранного программного обеспечения, от иностранного оборудования. Договорились, что такой документ будет утвержден. Возможности российской техники уже впечатлили и иностранные компании. Предметный интерес к новой платформе проявляют на Ближнем Востоке. Правда, для начала, говорят производители, необходимо проверить машину в условиях 50-ти градусной жары. Испытания планируют провести уже ближайшим летом. Александр Терехин, Евгений Турчак и Павел Бирюков. Телекомпания НТВ. Тверская область.